Рахмон четвертый раз выиграл выборы. В этом мало кто сомневался. Единственная интрига заключалась лишь в том, с какими цифрами. Они оказались более чем убедительными. Мамали Рахмон – 83,6%. Кандидат-коммунист Толбаков – 5%. И Аграрий Бухариев – 4,5%. Таким образом, Рахмон улучшил свои показатели по сравнению с прошлыми выборами почти на 5 пунктов. В выборах участвовали 3 миллиона 380 тысяч граждан. Из них за Рахмона проголосовали 3 миллиона 23 тысячи человек, что составляет 83,6% от общего числа проголосовавших. Согласно Конституции Таджикистана, Центральная избирательная комиссия своим указом уважаемого М.Л. Рахмона объявляет победителем выборов. Оценивая итоги голосования и жизнь вокруг, кто-то назовет Таджикистан страной абсурда. Но действительность такова, что выборы в Таджикистане совсем не показатель популярности президента. Сейчас, как и в прошлые годы, результаты выборов – это скорее фальсификация. Пассивность избирателей и бойкот оппозиции пришлись очень кстати членам избирательной комиссии. Они бросали в прозрачные урны столько бюллетеней, сколько успевали. Таджикистан обязался выполнять требования копенгагенских документов, являющихся стандартными для проведения выборов. Несмотря на это, на прошлых и нынешних выборах мы отметили, что многие эти обязательства не соблюдаются Таджикистаном. И мы выражаем озабоченность по этому поводу. Между тем, оппозиция утверждает, что нынешний срок для Рахмона будет не из простых. В стране все более усугубляется экономический кризис. Переизбирание Рахмона усилит массовый исход квалифицированных кадров. К тому же над режимом нависают угрозы революции, говорят эксперты. В обществе подрастает послевоенное поколение, которое трудно спугнуть угрозой новой гражданской войны. Я не признаю итоги этих выборов и не поздравляю президента Эмамали Рахмона с победой. Этот кабинет, с которым находится президент у власти последние семь лет, мы увидели, не имеет потенциала для изменения экономического, социального положения в стране. Не имеет никаких серьезных, действенных программ. И если это не изменится, Эмамали Рахмон столкнется с административным кризисом. Что семилетие Рахмона Таджикистану принесет, сейчас не скажет никто. Главное, а возможно единственный вопрос сегодня сводится к тому, пожертвует ли президент интересом своего огромного клана в пользу благополучия народа или же продолжит продвигать и защищать интересы семьи.